Уж десятки лет многие из нас и наших отцов с восторгом следили и следят, как вы тихо, вещь за вещью, книга за книгой, собираете по всему земному шару драгоценные памятники былых и настоящих времен. Сложно сегодня представить город и его историю без Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Путешественник и собиратель. В наследство от этого земляка остался целый музей. Хозяин его давно умер, а он живет своей жизнью вот уже целый век. В этом году музей празднует 100-летие. К памятной дате выпущена специальная медаль. Вручали ее музейщикам и краеведам. Праздничный год выдастся для музея жарким. Запланированы научные мероприятия, конференции и выставки. Ближайшая экспозиция будет посвящена предметам Востока. Трагизм ситуации исключается в том, что в советские времена большая часть коллекции, касаемых Востока, была передана в музеи Советского Союза, в том числе и в художественный музей. И у нас в коллекции, к сожалению, осталось не так много таких предметов. И было бы очень хорошо показать то, что у нас осталось. Большая часть предметов, они, конечно же, касаются стран Индии, Востока, Японии, ну, вот этих вот государств, Юго-Восточной Азии. Свет в этот день увидел первый номер бурылинского альмонаха. В списке авторов известны ивановские краеведы и историки-исследователи. Красная нарядная обложка – это только для праздничного первого номера. Потом оформление будет скромнее и серьезней. Следующий второй номер, он будет в большей степени посвящен музейным коллекциям. Он выйдет уже осенью, в сентябре текущего года. И там будет много публикаций студентов, аспирантов, то есть всех тех, кто еще в начале своего исследовательского пути. В первом номере – работа по истории Ивановского края. Исследование музейной коллекции. Получилось весьма эклектично, но не комом. Тексты бурылинского альмонаха будут доступны в сети интернет для читателей со всего мира. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.